Привет абсолютно всем любителям физкультуры и спорта. В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». Это проект, который придумали и реализовали в Олимпийском совете Ульяновской области совместно с Минспорта и, конечно, с порталом управу.ру. Как обычно, проведу ее я, Михаил Ирсашанский. Сегодня мы предлагаем полюбоваться на сильнейших гимнасток страны, посмотреть, как выполняют броски один из лучших дзюдоистов России, а также узнаем, как приняли проект «Олимпийский патруль» в Новоульяновске и можно ли хоккейным вратарям играть в нападении. И сделаем все это вместе с нашим гостем, директором спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике Юлией Власовой. Здравствуйте, Юлия Борисовна. Здравствуйте. Вы из спортивной семьи все это знают. Ваш папа – легкотлет, дядя – легкотлет. А почему вы пошли в художественную гимнастику? Ну, видимо, не все знают, что моя мама занималась гимнастикой, но, правда, спортивной. Спортивной гимнастикой мне заниматься не пришлось, потому что была одна такая смешная история, когда мама мне сказала, что если ты встанешь на бревно, то ты достанешь до потолка. Но рушить здание спортивной школы было недозволено, так как мама была там все-таки еще и директором. Поэтому я выбрала художественную гимнастику. Вернее, мама сказала, что я буду заниматься художественной гимнастикой. А вы успели освоиться в своем новом чудесном гимнастическом дворце Татьяна Арена? Вот, на мой взгляд, там так много залов и комнат, что за один день просто не обойдешь. Ну, Михаил, когда строишь это здание и знаешь его от фундамента и до крыши, до всего оборудования, тогда осваиваться там совершенно легко. Я именно проделала этот путь. И чтобы научить увидеть всю роскошь Ульяновского дворца художественной гимнастики, давайте туда отправимся, на Международный кубок сильнейших. Не все с первого взгляда различают, кто из них Арина, а кто Дина. Но все знают, это сестры Аверины, неоднократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике. На третьем этапе Кубка сильнейших в Ульяновске они самые почетные гости. Болельщикам от сестер автографы и фото в ответ блестящие портреты самих гимнасток. Подарков было много и много необычных и интересных, но наши портреты сразу дарят первый раз. Ну, это очень оригинально, а главное, что это ручная работа. Все, что делают своими руками, это в два раза приятнее. Это очень мило. Турнир Кубок сильнейших – идея руководства Федерации гимнастики России. Они появились в ответ на отстранение российских спортсменок от участия в международных стартах. Первые два этапа приняла Москва. Теперь около 200 гимнасток собрались во дворце Татьяна-Арена на берегах Волги. Чтобы гимнастки не простаивали, не просиживали, чтобы у них все время был драйв, чтобы они все время были в теме, в соревновательном процессе. И поэтому вот был придуман этап Кубка сильнейших. За счет участия гимнасток Армении, Азербайджана, Узбекистана и Сирии соревнования получили статус международных. Поэтому и зачет ввели по двум группам. В одной – по правилам Международной Федерации гимнастики, по правилам российской – во второй. Сравнивать их нет смысла, говорят специалисты. У них много принципиальных отличий. А значит, и подготовленность требуется совершенно разная. Российские правила, они больше нацелены на сложность тела и предмета. И гимнастка, которая более физически готова, сможет сделать больше элементов, чище их выполнить, так, конечно, окажется сильнее. Лучшую готовность к российским правилам показала представительница Омска Майя Колобовникова. Она выиграла индивидуальное соревнование с Вентой и Обручем и добавила к этому золотую медаль в Многоборье. Ульяновские гимнастки попали на 500 почета только в групповых упражнениях. У них бронза по программе кандидатов мастера спорта России. Мы обязательно ошибки своим, выясним и психологического характера, и технические ошибки. И следующее соревнование мы исправим, и также в честной борьбе будем стремиться встать на пьедестал. А следующий старт у российских гимнасток еще более статусный – Кубок страны. Его разыграют в северной столице – Санкт-Петербурге. Итак, наши девушки совсем скоро поют в Питер на Кубок страны. А что, наш дворец спорта и художественной гимнастики будет теперь отдыхать? Нет, почему отдыхать? Мы также готовимся к следующим соревнованиям. И на выезде соревнования у нас будут наши гимнастки поют, и мы принимаем у себя очень большие соревнования. Так, у нас с 17 по 22 декабря пройдут всероссийский турнир «Возрождение», где будет принимать участие около 500 человек. Ого, много, да. А каких, по вашему мнению, спортивно-специализированных залов не хватает нашему региону? Ну, насколько я знаю, что очень мало игровых залов для баскетбола, волейбола. Думаю, что это немаловажно. Ну, также, наверное, дворец единоборства. Действительно, нашим борцам-единоборцам не помешал бы свой специализированный центр. Но это не значит, что они сидят сложа руки. Не верите? Давайте отправимся в войска новое поколение. День дзюдо в Ульяновске отметили прямо на татаме. На праздник пригласили заслуженного мастера спорта Михаила Пуляева из Рязани. Финалист трех чемпионатов мира провел увлекательный часовой мастер-класс. Я показывал им приемы, которые помогали мне побеждать на соревнованиях российских, на международных. Хотел поделиться опытом, передать свои нюансы, тонкости исполнения бросков. В мастер-классе приняли участие более двухсот спортсменов и тренеров. Были даже гости из Москвы, Самары, Татарстана. Но в своем большинстве, конечно, ребята из ведущих ульяновских клубов. Мужество, Симбирска, Спарты. Мне запомнился бросок Марате Сойнаги с выбием на руку. Ну, когда тебя начинают контрить, и ты руку туда закидываешь и бросаешь. Этот бросок ульяновский спартанин за 7 лет занятиями дзюдо применял уже не раз. Но после уроков прославленного дзюдоиста увидел бросок в другом свете. Титулованный Михаил Пуляев объясняет. С одного раза выучить бросок и познать все его тонкости невозможно. Здесь многое зависит от тренера, который в будущем и должен всему научить своего подопечного. Любой тренер должен познавать что-то для себя, подчеркивать. То есть работать нужно всегда с новыми методиками, с новыми какими-то системами. Чтобы был результат, нужно постоянно совершенствоваться. Юлия Дубенкова – настоящий тренер-фанат. В декретном отпуске было всего полгода. Сын Тимофей в зале с мамой с измольства. В свои годы 10 месяцев Тима уже знает пару приемчиков. Я думаю, у них это отложится в голове и будут применять в дальнейшем на практике. У исполнительного директора областной федерации дзюдо Ленара Басырова 28 октября двойной праздник. Он родился в день дзюдо. В один день создателем мирового дзюдо японцем Зигара Кана. Именно Басыров на мастер-классе выступил в качестве спарринг-партнера для Михаила Пуляева. Человек провел очень много времени на татаме, на мировой арене. И много своих приемов, техники коронной, которые нет в учебниках. То есть это индивидуальная техника. И очень полезно ее принимать, перенимать. Как для тренеров, так и для молодого поколения. Молодое поколение мастер-классом осталось довольным. Уже на следующий день многие из ребят на практике реализовали свои знания на очередном этапе детской лиги дзюдо Кубок Симбирска, который также прошел в Ульяновске спортивном комплексе «Новое поколение». Расширить географию своего вида спорта наверняка мечтают все спортивные федерации. А вот в каких районах области работают секции художественной гимнастики вашей родной? Художественная гимнастика присутствует в городе Димитровграде. Также мы работаем над этим вопросом. И есть договоренность с Чердоклинским районом. Возможно, в скором времени появится и там художественная гимнастика. А насколько сложно вообще открыть отделение в районе? В принципе, это не очень сложно. Сложность только в кадрах. То есть должен быть тренер, который будет заниматься с девчонками от самого начала, ну и, возможно, до какого-то, хотя бы до кандидатов мастера. Я не зря спросил про ваши секции в районах, потому что на очереди очередная серия сериала «Олимпийский патруль». На этот раз проект Олимпийского совета Ульяновской области побывал в Ново-Ульяновске. В Ново-Ульяновске всегда в почете были футбол, баскетбол, хоккей с шайбой. Но не только игровыми видами спорта сейчас живет 14-тысячный городок, где глава муниципального образования Геннадий Деникаев – мастер спорта по вольной борьбе. Вольная борьба от хокмандо в Ново-Ульяновске набирает популярность. Тем более здесь есть хорошие специалисты-тренеры. Мастер спорта под хокмандо Дарья Горбачева после завершения карьеры вернулась в родной Ново-Ульяновск, где уже 8 лет тренируют мальчишек и девчонок. Все равно мальчиков больше, по априори. Но девочки тоже не отстают. И где-то может в каких-то весовых категориях девочкам легче что-то забрать, какие-то медали сделать, результат. Но не отказываюсь, стараюсь не отказываться никому, ни мальчикам, ни девочкам. Но девочки соображают почему-то быстрее. Одна из них – Софья Шагивалиева, которая не так давно выиграла свой первый межрегиональный турнир, четко выполнив установку тренера. Если тебе нравится, то бей. Вот я там начала раскладываться. Сначала как-то страшно было, потому что побольше меня были бойцы. Ну а потом уже как-то смирилась с этим и начала драться. Есть успехи в Ново-Ульяновске у борцов-вольников. Никита Бобенышев и Роман Князев – призер оперенства ПФО. Это первые ласточки тренера Семена Леонтьева, который с 2014 года ведет секцию борьбы в Ново-Ульяновске. Самого Леонтьева мастером спорта сделал Сергей Клочков. Патриарх вольной борьбы региона лично приехал в Ново-Ульяновск, чтобы провести мастер-класс для ребят, показать им промокашки, мельницы, лампочки и другие хитрости борьбы. Помочь приобщить детей к этому виду спорта, к прекрасному виду спорта, чтобы побольше ребят ходило, девочек. Массовость, агитация вот этого вида спорта нашего родного, близкого, который по душе и сердце. В Ново-Ульяновске пока не определились с базовыми видами спорта, на которые будет делать ставку город. Эту задачу поручили президенту местного Олимпийского совета, который утвердили на специальном собрании, куда вошли известные тренеры, депутаты и функционеры. По сложившейся традиции подписали трехстороннее соглашение между региональным министерством спорта, Олимпийским советом Ульяновской области и администрацией Ново-Ульяновска. На олимпийском флаге свою подпись поставила лучшая спортсменка Ново-Ульяновска Юлия Аношина. А сам флаг, как эстафетную палочку, передали спортивному руководителю Чердаклинского района Ане Николаевой. Чердаклы «Олимпийский патруль» приедет в середине ноября. Илья Борисовна, а какие спортивные мероприятия вы посещаете как болельщик и как зритель? И если бы у вас был шанс выиграть три билета на Олимпийские игры, какие виды спорта вы бы выбрали? Ну, конечно же, кроме художественной гимнастики. Ну, посещала я единственное соревнование наше именно только по художественной гимнастике, потому что, наверное, это отнимает большую часть моего времени. А по поводу трех билетов, ну, это была бы спортивная гимнастика, легкая атлетика и, наверное, баскетбол. Это очень интересные, захватывающие виды спорта, переживательные. Мне очень нравится, наверное, с детства даже. Немногие знают, что в конце октября есть такой праздник, как Международный день хоккейного вратаря. В честь этого «Фолк-лидер» прошло необычное спортивное шоу. Знаменитая «Вратарь» – это полкоманды уже в прошлом, считает лучший хоккейный локипер всех времен и народов Владислав Третьяк. Современный спорт предъявляет стражам ворот более жесткие требования, говорит гуру вратарского цеха. Вратарь – это особый человек в команде. Он и выглядит по-другому, играет в маске, форма у него другая. От вратаря очень много зависит, особенно в сегодняшнем хоккее. Наверное, 60, может быть, процентов успеха в каждой команде за это от вратаря. Именно поэтому в 1968 году учрежден Международный день хоккейного вратаря. С тех пор голый уголкиперов обязательно сжищает шлем, а лицо скрыто под маской. У ульяновского хоккеиста-любителя Владимира Балашова она особенная. Выполнена в стиле 70-х годов прошлого века. Характерной является вырезы вот этих треугольников. В таких играли многие вратари, в тех времен Джерри Чиверс, Эджи Камин. Маска сделана из текового окна. Я дополнительно сюда прикрепил решетку, потому что вырез очень большой, шайба у него проходила. Вместе со своими коллегами-голкиперами по матчам ночной хоккейной лиги Балашов стал участником необычного поединка. В двух командах только вратари. На кону – Кубок Страшворот, который учредили в Олимпийском совете Ульяновской области. Когда вратарь стоит в воротах, защищает их, у него всегда есть мысли, а как бы я забил, как бы я отдал пас. И здесь эта возможность, это такая, знаете, дополнительная мечта, бонус вратарю – поиграть в поле. Главные условия участия в матче – каждый играет исключительно во вратарской амуниции. Клюшка, щитки, ловушка, блин, шлем и маска. 25 кило минимум. Сейчас уже современные, более облегченные варианты. Но за игру, за час напрыгаешься, так, здесь потов сойдет. Чего же говорить, когда все вратари бросились в атаку, а защищать ворота доверили экранам, имитирующим присутствие голкипера. Необычный формат матча доставил и необычные эмоции всем его участникам. Вообще во время игры хочется просто встать и подождать, когда к тебе сами приедут, и все. И воды хочется попить. В первом счет открыли вратари команды «Лидер». Но соперники из «Вымпела» проявили и волю, и характер. Основное время завершилось в ничью 2-2. А в серии буллитов, куда ж без них хоккей, «Вымпел» был сильнее, став первым в истории обладателем Кубка «Стража ворот». На этом время наша передача подошла к концу. С нами сегодня в гостях был реальный директор спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике Юлия Борисовна Власова. А с вами был «Реальный спорт» Ульяновск. Увидимся через 2 недели. До свидания. До свидания.